Сегодня наше занятие будет больше логическое, поскольку мы будем рассматривать самую простую категорию движения. А всего мы будем рассматривать три категории движения. Самая простая категория – это становление, следующая категория – изменение, а третья категория – развитие. Соответственно, будет три лекции. Первая лекция сегодняшняя – это социальное становление. Потом будет у нас лекция «Социальные изменения» и потом будет лекция «Социальное развитие». Вот такие категории вы должны знать, потому что они являются какими? Всеобщими. Где применяется категория становления? Везде. Где нет такой сферы жизни и деятельности человека, в том числе в его сознании, везде применяется такая категория становления. Есть категория изменения, которая другая. Это отдельный вопрос и отдельно будут лекции. А есть категория развития, самая богатая из тех, которые мы рассматриваем, и самая сложная. И мы будем… Ну, сложная не для понимания, а сложная по смыслу, сложная из простых. Сложная – это сложная из простых. А начинать надо с чего? Со сложного или с простого? С простого. С простого, правда? Почему? А дальше двигаться уже к тому, что получается. Значит, как разобраться? Сначала будем разбираться с постановлением. Тот, кто хочет взять первоисточник, может взять науку логики Гегеля и смотреть с самого начала. Пропустить можно всякое предисловие, а начать с чего? Вот если вы с чего-то начинаете, да? Сначала будем начинать или с чего? Или не с начала? Сначала, да? А что такое начало? Что такое начало? Неразвитый результат. Вот. Неразвитый результат. То есть нельзя определить начало через что-то, кроме как через то, что будет в результате, правильно? А результат – это что? Развитый начало. Да, или развернутое начало, или развитое начало. Развернутое начало, говорит Гегель. То есть это вот, так сказать, парная категория. Не может быть так, что вы начинаете что-то писать там, дипломную работу. В начале. Это что такое? В начале дипломная работа, она что, в чём выражается там? В том, что вы на заглаве написали. Начало – это целое. Движение идёт от целого к целому или от части к целому? Вот вы развиваетесь, вы от себя к себе или от ноги к руке? От себя к себе. Ну вот, от целого, целого, целого. То есть как бы оно кажется тождественным, такое движение. Хотя, в принципе, если вы будете изучать том, второй науки логики Гегеля, то там вы узнаете, что тождество всегда есть тождество различного. А если я буду вам читать лекцию и говорить, ёлка – это ёлка, запишите, пожалуйста. Это будет тождество тождественное, правильно? Или бревно есть бревно. Сильно вы продвинетесь в изучении. То есть всякое слово употребление, всякое движение мысли – это тождество различного. Никогда не бывает тождества тождественного. А различие что такое? Вот мы с вами разные люди, правильно? Различные люди. Так мы люди? Мы как люди тождественные или нет? Вы студенты, мы студенты, вы преподаватели. Но мы люди с вами или нет? Если мы с вами не люди, то у нас тогда и нет почвы для… взаимодействия и взаимоотношений. Но мы разные люди, но люди. То есть поэтому разное и различное всегда различие тождественного. А тождество всегда – тождество различного. Начинаем сначала. А какое начало является самым простым? Вот мы сегодня начнём с самого простого начала, которое есть в философии и в диалектической логике. Если мы с чего-то начинаем, то оно есть? То, с чего мы начинаем? Правильно? Но если его нет, то мы и не начинаем. Тут деваться некуда. Мы начинаем с того, что есть. А что такое есть? Вот существует категория, которая специально выражает то обстоятельство или тот факт, что что-то есть. Вот эта категория называется «бытие». Это для вас не новое слово. Вот «выбытие». 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 «Да? Все в порядке? Еще живые пока? Ничего я еще такого не сказал, чтобы вы умерли». Значит, вот кто здесь присутствует будет. А стол тоже «бытие». И он же есть. Потолок есть. Жизнь есть. Солнце есть. То есть про всё можно сказать. Но первое, что можно сказать про то, что мы изучаем, что оно есть. Если... Мы же приступили к изучению. А изучаем мы то, что есть, а не то, чего нет. Поэтому к чему бы вы ни приступили, в самом начале мы про это можем сказать только то, что оно есть. А что мы можем кроме этого сказать вначале? А ничего. То есть, это какое бытие? Еще бытие без всякой определенности. Мы еще не сказали, что есть, как есть, где есть, в чем есть, для чего есть. Есть и всё. Самое простое бытие. Кстати, определение материи состоит как раз в том, что материя – это то, что есть, и всё. То единое, что есть. Вот определение материи. Но здесь, скажем, в диалектике, у Вегеля не акцентируется внимание на том, что это материя, а просто вот есть и всё. Так вот такое есть, про которое мы можем, такое бытие, про которое мы можем сказать только то, что оно есть, как называется? Как бы его назвать? Так вот такое бытие, про которое можно сказать только то, или пока мы можем еще только сказать, не то, что мы вообще не можем сказать, но сразу все же не скажешь. называется чистым бытием. Поэтому началом логики вообще и началом познания является чистое бытие. Чистое бытие. Если уж мы договорились, идем от простого. Но идем от того, что есть, значит оно бытие. Но вначале оно для нас, даже если оно очень даже нечистое, очень богатое бытие. Но мы же не успели еще его раскрыть. Еще не успели познать, не успели опосредствовать. Не успели ни с чем сравнить, ни чему противопоставить и так далее. Поэтому оно не просто бытие, а чистое бытие. Чистое бытие. Вот самая первая категория, самая простая. Если кто-нибудь будет спрашивать, что вы изучали сегодня на лекции по философии, мы изучали чистое бытие. Солидно звучит. А и что вы изучили? Да вот мы изучали, изучали и пришли к тому, что оно есть. Сильное у вас это изучение. А еще к чему? А все? Все, что про него можно сказать. Если это чистое бытие, что оно есть и все. Ну а если мы категорию тем самым определили, уже изучили, уже изучили, все поняли, что такое чистое бытие? Что тут понимать? Есть и все. Красота. Кто ждал чего-нибудь легкого и простого, вот он наконец добился. Вот сейчас вы увидите. Значит, у вас второй семестр. Наконец-то хоть начали что-то дали простое, которое раз сразу и все у вас. Причем вы изучили полностью это чистое бытие, правильно? Все там. Все. Что о нем еще можно сказать? Ничего. А если о нем больше нечего сказать, то вы обратили внимание, что вот я если вас буду допрашивать, я и спрашиваю, а что вы можете сказать еще? Кроме того, что оно есть. А вот сказать, а больше я не могу сказать про него ничего. И не то, что вот вы не можете сказать, что вы слабы, так сказать, умом, а потому что о нем, как о таковом, ни я не могу, никто другой не может, а просто о нем нечего сказать, кроме того, что оно есть. Так оно и определено. И мы пришли к другой мысли и к другой категории, которая называется категорией ничто. Как мы к ней пришли? А вот стали изучать ничто. Изучать бытие и пришли к мысли о ничто. Дальше как действовать? Ну к чему пришли, то и изучать. Правильно? Что вы можете сказать про ничто? Ничего. Ну и безобразие. Просто безобразие. Это пустое прошло все это время с самого начала лекции. Ну как так? Мы же разглядываем это ничто, изучаем. Ну вот это правильно. Как вы допустили такое безобразие? Больше так не допускайте. Вы что, кто есть, то и говорите. Ничто есть? Хотя бы в разговоре в нашем есть? Да для ничто все равно, где оно есть. Это же чистое ничто. Где оно есть? Там на небе, на земле. А потом это слово кажется, что это грунт. А вот вы есть, а я ничто по отношению к вам. Или я, что вы сказать, такой же какой? Я же не такой, как вы. То я не вы. А вы есть. Значит, я ничто. Вас. Правильно? Ну, в чем проблема-то? Ну, я могу тоже возгордиться и сказать, а вы ничто меня. Ну и хорошо. Так сказать, по отношению друг к другу мы соотносимся как бытие и ничто. И с вами то же самое на старую беседу. Правильно? Это, так сказать, соотносительно. Но это, я так сказать, это кажется нам просто такими игрушками логическими. Хотя в нынешних рыночных условиях можно было вот так развернуть. Попросить, написать проект. Как водится. Создание института. Институт чистого ничто. И попросить миллион на изучение чистого. Нет, сначала институт чистого бытия давайте сделаем. И миллион на год. И вот в конце года мы пишем отчет. Потому что мы этот миллион истратили, и надо как-то отчитываться. О чем мы насчитываем? Что это вот сильнейшие усилия были умственные предприниматели. И мы выяснили, что чистое бытие превратилось в чистое ничто. Нам дали чистое бытие для изучения. С нами согласились, выделили деньги. Мы деньги зря не потратили и пришли к выводу, что оно превратилось в чистое бытие. Более того, просим на следующий год выделить финансы для изучения чистого ничто. Кто изучил чистое ничто, надо изучать же. Как выяснилось, нам это не просто давалось. Видите, у нас уже полемика была между молодыми исследователями и более опытными товарищами. И они пришли к тому, что надо это как-то поизучать. Ну, наука у нас приветствует, нам выделили снова миллион. И мы изучаем. И что мы будем изучать? Значит, чистое ничто мы изучаем, и выяснилось, что оно превратилось в бытие. Но! Оно превратилось в бытие, но это уже не чистое бытие. Почему? Потому что чистое бытие было в начале. Знать не знали никакого чистого ничто. А это бытие – это то, которое результат превращения в ничто чистого бытия. Правильно? Поэтому здесь уже не такая картина. Здесь уже и бытие нечистое, потому что оно получилось из ничто. И ничто уже нечистое, потому что ничто получилось из бытия. Поэтому мы просим на третий год нам финансировать это движение. Что же получилось разобраться с соотношением бытия и ничто? И начинаем разбираться. И что мы видим? Если рассматриваем бытие, оно переходит в ничто. Если рассматриваем бытие само по себе, оно переходит в ничто. Чистое бытие. Рассматриваем ничто, оно переходит в бытие. И что? Какой вывод вы делаете научный из этого? Год дается вам и миллион. Нет, надо два миллиона. Такое сложное, уже тут две стороны. За миллион, я думаю, мы не справимся. Какой вывод в отчете напишем? Не напишем, нас посадят. Потому что вы деньги истратили, ничего не сделали. Так что думайте. Я сошлюсь на вас, что меня вот эти молодые, здоровые, сбили с толку. А вы скажете, что он опытный, у него титул, и что он профессор, и он нас спонталыку сбил. И вот мы не виноваты. Так надо выкарабкиваться. Столько, что вы будете говорить? Что мы получили-то в результате исследования? Бытие. Ну, все вы топчете здесь на одном месте. За бытие вы уже деньги получили миллион, а теперь еще слопали два миллиона. Вот за это нас надо посадить. Бытие. Что мы получили в результате исследования вот этого? Становление какое-то. Вот, мы получили, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Это видели, нет? Так вывод надо сделать. Какой вывод из этого? Что нету бытия, нет ничто, а есть лишь движение, исчезновение, бытие в ничто, ничто в бытие. Поняли? Вот она, вот она наука-то. Вот она. Было бытие, но перешло в ничто. Чистое бытие. Потом ничто, чистое, перешло в бытие. Уже теперь они оба нечистые, потому что они уже результатом стали, а не началом. Значит, есть один переход и второй переход, и постоянный взаимопереход. Вы такое где-нибудь видели? Когда-нибудь? Нет. Так вот, мы и должны написать в отчете. Невиданное дело. Мы нашли такую категорию, которая представляет собой прямо негасимый огонь. Бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, и постоянно. Это не просто переход бытия в ничто и остановка. Это не просто ничто переходит в бытие и остановка. А это безостановочное, непрерывное движение перехода бытия в ничто и ничто в бытие. Вам как вот кажется, это выдуманная такая категория, или она отражает нашу жизнь? Нет, она отражает нашу жизнь. Отражает. Вот на меня, если посмотреть, видно, что я не только в бытие, но и перехожу в ничто. А вы думаете, не переходите? Тоже переходите в ничто. Что значит мы родились? Что из этого следует? Что мы умрем. А если мы умрем, что из этого следует? То, что мы родились. Потому что если бы только мы еще умрем, так значит мы родились, значит еще проживем. Поэтому эти категории, они одно без другого не берутся. Вот поэтому такой категории нет в формальной логике. Движение и исчезновение, бытие в ничто, а ничто в бытии. Которое есть прямо в противоположные движения, в одном движении. В одном и том же движении. Прямо в противоположные движения. Вот вы вспоминаете то, что я говорю, тут же забываете. Это противоположные движения. Забываете, если вы что-то забываете, значит вы это уже усваиваете. Потому что потом можно уже вспомнить. Особенно перед экзаменом. Там надо вспомнить, потому что можно и так отсюда в порядке движения из бытия в ничто и вылететь из университета. Правильно? Поэтому желательно это будет вспомнить. Поэтому вот это движение, негасимое, бытие в ничто, а ничто в бытии, это первая диалектическая категория. Самая простая, проще нет. Но она сложная. Она состоит из двух противоположных сторон. И противоречивая. Потому что бытие это не ничто, а ничто это не бытие. Правда? Вот это движение, исчезновение, бытие в ничто, а ничто в бытии, надо назвать. И мы в своем научном отчете название должны дать. Какое? Ну вы-то знаете, какое. Становление. Становление, видите, продвинутые яйца на первой партии сидят. Движение, исчезновение, бытие в ничто, а ничто в бытии, называем становление. Как мы делаем? Ну так, как делают с ребенком. Вот сначала он рождается, потом его называют. А бывает, что сначала называют, потом рождается. Даже если его называют, как бы предварительно. Но все равно еще не дают на него свидетельство, что он Петя, или Коля, или Ваня, или Лена, или Галя. Только тогда, когда он родится. Так и здесь. Вот сначала родилась эта категория, мы уже знаем, что это движение, исчезновение, бытие в ничто, а ничто. Потом название. Название становления. Хорошее название? Хорошее. А что дальше нам делать? Как что делать? Просить деньги на следующий год. А что будем изучать? Становление будем изучать? Еще никто не изучал. Становление будем изучать? Сколько будем просить денег? Ну это же становление, брат. Это же как? Два миллиона это мало. Ну три надо, правда? Ну скромно надо просить. Три миллиона. Знаете, сколько у нас народу тут? Это же разве много сейчас? На всех когда поделишь, да оборудование какое там, всем по компьютеру пуфим хорошим, по принтеру, по факсу и так далее. И будем изучать становление. И что вы можете сказать про становление? Какие вот у вас мысли? Вот вы молодой ученый. Вам поручили изучать становление. Давайте, докладывайте на семинаре научном у нас. Что вы можете сказать про становление? К чему вы пришли в результате бессонных ночей, когда вы страдали над этой категорией и изучали ее? Ну скажите. Ну это движение исчезновения бытия и ничто. Что, что? Это движение исчезновения бытия и ничто. Ну а какие выводы из этого вы сделали? Ну так вы денег-то не получите. Я чувствую, что вы не умеете получать, зарабатывать деньги в наше время. Надо сначала их... Видите, во-первых, тут два противоположных движения. Два. Одно дело переход бытия в ничто. Мы взаимыли. А другое дело переход ничто в бытия. Надо их назвать. Как вы назовете? Ну мы должны назвать с вами. И вы, вот мы сидим, нам надо отчитываться. А вы, значит, так это, несерьезно к этому относитесь. Переход бытия в ничто, как вы назовете? Ну мы можем заглянуть в философскую литературу, нам никто не запрещает. И что мы узнаем, заглянув в науку логики, что переход бытия в ничто, движение исчезновения бытия в ничто, называется? Прихождение. Прихождение. Все приходящее. Вот столы эти, за которыми мы сидим, ну, наверное, вы понимаете, что они не вечны, да? Я-то точно могу сказать, что этих столов тут не было. Те столы, которые здесь были, они пришли. Более того, вот аудитория, в которой мы находимся, была аудитория экономического факультета. Вот это вот деканат, это была кафедра политэкономии, крупнейшая в СССР, и на этой кафедре я был аспирантом. Изучал кандидатскую диссертацию по политэкономии. А вот весь тот край туда, пошел туда, к Сергею Ивановичу, это весь тот край была философия. А вот здесь была вся эта экономия, политэкономия. И это все пришло. Было и не стало. А в другой момент, не было и стало. Так, переход ничтого бытия. Это как называется, кто скажет? Уходящее. А? Уходящее. Хоже, но уходящее не было и стало. Это же восходящее, а вы говорите, уходящее. Ошибка с точностью, но наоборот. Вот у нас молодой исследователь, такой светлый, со светлыми волосами, светлой одежде, и мысли у него светлые, и у него все восходящее. Как вы называете вот это движение перехода ничтого бытия в становлении? Скажите, пожалуйста, как вы предлагаете назвать? Если вы скажете, как назвать, я вас назначу заведующим отделом соответствующим. А если вы не знаете, как назвать, то другого человека назначил. Что-то вы так даже на меня и не смотрите. Наверное, вы задумались глубоко. То есть вы все вот так смотрят, а вы глубоко думаете, что такое переход ничтого бытия в становлении. Надо же назвать это, что это не просто так. Это ничто, где-то не валяется же на дороге, это в становлении, ничто переходит в бытие. А как-нибудь это называется в языке? Разве вы с такими не сталкивались, чтобы не было и стало? Как это называется? Если не было и стало, что это такое? Появление. Появление в очень сложной категории. Это том 2, учение о сущности. А это возникновение. Ну, за то, что вы слово сказали, заведующим отделом ясно назначу. Будьте заведующим отделом возникновения. А вы заведующим отделом прихождения. Чувствуете разницу? Вы там взаимодействуете, потому что это два противоположных движения в одном. Ну, вы в одном институте. Так. Значит, если раньше мы говорили, что в становлении есть беспокойное единство, бытие и ничто. Правильно? Беспокойное единство. А не спокойное. Не то, что они вот в единстве и спят. Нет. Одно в другое переходит. Раньше мы говорили, что становление – это беспокойное единство, бытие и ничто. А сейчас? А сейчас мы говорим, что это спокойное единство. Да? Или еще не говорим? Пока не говорим. Вот это беспокойное единство, бытие и ничто состоит в том, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. А вот переход бытия в ничто – это прехождение. Не перехождение, а прехождение. А с другой стороны, другое противоположное движение называется возникновение. Возникновение и прехождение. Все находится, все, что есть в мире, и мы с вами не исключение, находится в процессе возникновения и прехождения. В чем ваше возникновение? Вы кем хотите быть? Конфликтологом? Вы сейчас конфликтолог или нет? Пока еще нет. Пока еще нет, вы идите отсюда тогда. Я считаю только конфликтологом. Терпеть не могу людей, которые приходят прямо к конфликтологам, затесались и сидят тут. И уходите, уходите. А вы все скажете. Вы конфликтолог? Как надо правильно ответить? Вот объясните, товарищи, кто вы. Она конфликтолог в становлении. А вы не додумались до этого? Хорошо. Вы вот в бакалавриате учитесь? Вы бакалавр? Не, неправильно. Надо сказать, я бакалавр в становлении. Никто не придерется. Правильно же? Вы же поступили в бакалавриат. Вы уже семестр, экзамен уже сдали. Вы себя не уважаете. Если вы себя не уважаете, кто вас будет уважать? Тогда вы вообще никому не нужны. Вы пока лавру в становлении. Вы где учитесь? Вы учитесь в университете, который готовит президентов и премьеров. Откуда я знаю? Может, вы будете вот... Она, наверное, будет президентом, потому что она сразу это словила. А вы вот только на премьера тянете пока. Больше пока не тянете. Ну, в становлении, конечно. Так. Ну, это же интересно. Смотрите, как получилось. Вот. Это же очень важно. Спрашиваете философов. Вы философы? Нет. Я говорю, что вы делаете на философском факультете? Ну, какие-то люди себя не уважают. А мы ее в становлении. Ну, а что, и слава богу, что вы молодой человек. Вы человек или нет? Человек. Ну, только а то скажут, нет, я молодой человек. Ну, если вы молодой, что вы не человек? Человек. А то, получается, я человек, а вы уже не человек. Так, что ли? Ну, что за ерунда? То есть, мы должны с вами научиться правильно выражать движение мыслей. Правильно выражать. Правильно. Истинно. А истина, она не односторонняя. Истина всегда противоречива. Всегда есть какой-то переход. Разве бывает такое, что мы были бы только в состоянии бытия, и никакого перехода бы не было бы? Ну, и не бывает. Поэтому возникновение прихождения, если раньше мы говорили, что есть два противоположных движения, переход бытия в ничто. И переход ничто в бытия, теперь мы можем сказать про становление, что в становлении есть единство возникновения и прихождение. Это продвижение или нет? Ну, значит, мы можем требовать четыре миллиона? Ну. Тогда можем. А вы так и будете сидеть без денег, без еды. Нужно красиво еще ее оформить и подать. Становление есть единство возникновения. Красивая же получается картина. Противоположное движение борется. Вот те, кто сюда пришел на лекцию, сюда же не все пришли. Значит, у них боролись, у тех, кто пришел сюда на лекцию, сейчас сидит, боролись две тенденции, победила тенденция возникновения. Раз и появились. А были люди, которых мы должны пожалеть, потому что они тоже боролись. У них было прийти на лекцию, не прийти на лекцию, прийти, не прийти. И победила тенденция прихождения. Мы должны выразить соболезнования товарищам. Правильно? А не просто так. Вы такие, сякие, плохие. Ну, это не философский такой разговор. А вот философский, мы, конечно, сожалеем об их отсутствии. Но они боролись и проиграли. Им тяжело было. А вы вместо того, чтобы их приободрить и сказать, ну, ничего, в следующий раз вы победите. А мы на них напали и сказали, вы такие, сякие, нарушители. Ну, как так можно? Это раз. Во-вторых, они нам освободили из паху. У нас меньше, свободнее, здесь больше воздуха. Это плохо, что ли? Хорошо. Потом, вы развиваетесь, а нет, тоже хорошо. Для вас. А для них не очень. Потом, где вам такое преподадут? Да нигде особенно не преподадут. Я точно знаю. Так что, если кто-то думает, что он в другом месте найдет. Ну, вот мы стараемся для них, вот стараемся, чтобы они могли потом посмотреть. Ну, вы находитесь в процессе движения мысли. А они в процессе уже, так сказать, когда результат есть, они уже завезут. А важно же в самом процессе быть. Для чего, в чем смысл занятий с преподавателем? Чтобы эта мысль рождалась тут и сейчас, а не тогда, что что-то было. А потом вы запишите и кнопки нажимаете. Вера, на деле, Люба. Куда ткнешь? К тому же, это движение отсутствует. Так. Что же мы получили? Получили, что становление теперь есть не просто единство бытия и ничто, переходясь от друг друга, а единство, возникновение и становление. И вот давайте обдумаем этот результат. Ну, чтобы обдумывать, нам что нужно? Что нам нужно, чтобы обдумывать? Музык. А? Сознание. Сознание, это все сознание, если нечего будет кушать. Надо проект выдвинуть, что мы будем изучать теперь становление как единство возникновения и прихождения. И на это уже меньше пяти миллионов нельзя давать. Правильно? Как вы считаете? Вот такое сложное дело. И пишем проект. Грант. Дети капитана Грант. Пишем, что мы будем это изучать. И вот начинаем мы это изучать с вами. Изучаем целый год. Значит, и что мы получаем в результате этого изучения? Что вот становление было беспокойным, единством бытия и ничто. И оно было благодаря тому, что бытие это бытие, а ничто это ничто. Правильно? Если бы их не было, то не было бы никакого становления. И вот тут страшная беда наступила. Дело в том, что вот становление есть благодаря разности бытия и ничто. Разность имеется в виду не от пяти отнять три, будет два. А разность в смысле в том, что они были разные. Но если бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, то их разность в том же становлении исчезает. Логично или нет? Вот становление есть благодаря разности бытия и ничто. А эта разность в становлении исчезает. Что с становлением? Тоже исчезает. Тоже исчезает. И всё, добытое нашим непосильным умственным трудом, исчезло. Не знаю, вас поздравлять или выразить глубокое сожаление в связи с этим, что источник наших, в том числе и финансовых ресурсов, исчезло. Нет ух. Но если оно исчезло, вы скажете, так не бывает, чтобы оно так исчезло, чтобы ничего не осталось. Давайте получим. А что получилось в результате исчезновения? Это правильный вопрос? То есть пессимисты всегда заплакали, и расплакались, и разбежались. Некоторые застрелились, другие повесились. Но мы-то знаем, что если что-то было, то оно не может бесследно исчезнуть. Почему? Потому что оно только превращается из одного в другое. Во что превратилось-то это становление? Если оно исчезло, так интересно, что оно получилось. За это ещё деньги можно получить, за изучение. Во что превратилось становление, когда оно исчезло? Правда же? Логично? Логично. Давайте поймём, за что же оно превратилось, это становление. И вот начинаем мы это изучать. Значит, становление, ну это не так. Просто я даже вот думаю, что это я вам помогу. Так-то другие вы вопросы сами решили, а тут я немножко вам помогу. Становление было беспокойное, единство бытия и ничто. Правильно? А становление исчезло, то есть отрицало себя. Теперь нет его, отрицало себя. А что является отрицанием беспокойства? Спокойствие. Видите, люди есть такие. Ну и хорошо, пусть будет спокойное, что-то появилось, что-то спокойное. А что спокойное? Становление это сложная категория или простая? Сложное. Сложное. А? Сложное. Она же и сложена из бытия и ничто, из возникновения и прихождения. А что является отрицанием сложного? Простое. А? Простое. Простота. Значит, тут появилось что-то какое? Простое, спокойное и простое. Ну так это хорошо, спокойное и простое. Легче держать, удержать в голове и в руках, спокойное и простое. Оно не прыгает, как эти вот негновения и прихождения, их невозможно удержать. А вот теперь есть спокойное и простое, или просто спокойная простота. Это было бы это раньше в науке, до этого? Вот мы науку уже развиваем. А у нас были какие-то категории, чистое бытие, чистое ничто, переход бытия в ничто, переход ничто в бытие, соответственно возникновение и прихождение. А теперь у нас спокойная простота. Ну раз, так она есть или нет? Ну раз есть, она что про него можно сказать? Вы что можете сказать про то, что есть? Что есть. Ну вот. Учитесь сдавать экзамены. Вот, допустим, приходите вы на экзамен. Я спрашиваю, что вы знаете об этом? Что надо сказать? Что оно есть или что оно нет? Ну чего вы сразу все испортили? Зачем вы второе-то добавили? Если нет, так я вам двойку ставлю. А если есть, так я пятерку. Ну чего вы вот, как человек сам берет и сам себя же бьет. Я спрашиваю, что вы знаете об этом? Что оно есть. Ну как-то гордо надо. Вы как-то так отвечаете, что пять нельзя поставить. Спросите меня, что я знаю об этом. Меня спросите. Что вы знаете об этом? Я знаю, что оно есть. Ну вы чувствуете разницу? Ну чего вы заступите? Студент, молодой человек. Выступаете, как дряхлый старик. Фух. Сразу видно, что вы не тянете на пятерку. А вот так должен с уважением сказать. Я знаю, что оно есть. Сколько я должен вам поставить? Зачет точно. Потому что на экзамен надо два вопроса. А на два вопроса уже тот не натягивает. А зачет уже точно. Поэтому если вам нужно задавать зачет, без вопросов. Мы же договаривались, один вопрос. Правильно? Поэтому если я задам здоровый вопрос, скажет Михаил Васильевич. Но так же нельзя. Мы договаривались, один вопрос, на зачет. Я ответил вам. Ну давайте, как мы договаривались, ставьте зачет и все по рукам. А что я могу сделать? Все. Поэтому зачет, уже вот зная учение о бытии, уже спокойно можно задавать. Любой. А уже подробности, это не надо. Не надо превращать вообще зачет в экзекуцию, в допрос. Это что, допрос? Второй вопрос, третий. Есть ли у вас родственники за границей? Что вы делали до 17-го года, где были? И так далее. Ну что, зачем столько вопросов? Вы спросили, я вам ответил зачет и все. Вы же гражданин? Вы же у вас гражданские права есть? Нам же не разрешают трогать руками. Не то, чтобы бить там студентов, а вообще даже замахиваться нельзя. В Англии еще линейкой бьют. Ну, правда, школьников. Ну, мы уже свободная страна. Вы же свободные граждане, поэтому это мало ли чего я могу вам сказать. Но вы должны строго требовать соблюдения всех норм, законов. Я вас спросил, что вы знаете о спокойном и простом. А вы вот должны с гордостью сказать, я знаю, что оно есть. А раз оно есть, то это что? Бытие. Вот, бытие. Ну, это хорошо. Ну, наверное, нечистая же. Уже нечистая. Ну, раз нечистая, дайте название другое. Ну, логично, да? Ну, нельзя же вот давать то, что название. То название там чистое в самом начале было, нечего было там изучать. А здесь уже целая история вопроса. Представляете, сколько нужно пройти? У нас уже голова болит. Сколько мы прошли до этого самого бытия, вот этого, спокойного и простого. Вот это спокойное и простое бытие, как называется? Вот, это вот правильный ход такой. Вот вы так думаете, думаете, а потом заглядываете в науку логики и смотрите название там на личное бытие. Откуда берут название? Берут название из уже тех исследований, которые есть. Мы же не первые в науке, правильно? Ну, додуматься-то можно до этого и без Гегеля. А вот название, ну, название надо, наверное, взять, чтобы мы в разные стороны не шли. Тем более название очень хорошее. Что значит на личное бытие. Бытие налицо? Ну, так все. Значит, на личное бытие. У вас на личное есть? Все. А карточка есть банковская? Вот эти вот, которые в банке деньги, они налицо? Да, вполне. Как же, вполне. Вот сейчас придете в банкомат, а уже банка того нет. И что, таких мало было людей? Северный банк, не знаете, был? Огромный такой банк около Чернышевской. Нет его. Балтийский банк. Огромный был банк. Где он, этот Балтийский банк? Ку-ку. А где банк, импортный и экспортный банк? Нету Ти. Ваш, конечно, хороший. Он сохраняется. До поры до времени. Но лопаются они очень часто. Лицензию отозвали, и все в порядке. У нас, там, где я живу, рядом на углу, сначала был гастроном, потом он превратился в ничто, потом там был банк, он тоже превратился в ничто. Вот, то есть он не налицо. Это вы должны пойти в банкомат, и тогда вот, когда наличные вы получите, тогда у вас деньги налицо. А так они где? У вас или у банка? Так у банка юридического лица, это банка, деньги. Они ваши деньги, что с ними делают? Вот они вот ей дают кредит. Ей кредит. И за это, за это, они получают, ваши деньги дают ей, а вы ничего не получаете, а получает банк. Это же здорово придумано, как хорошо. И так тут людей обманывают с этим. А вот эти вот до зарплаты. Поскольку я на эту тему выступал, в том числе, так сказать, с видеороликами, я пошел проверять. Ну, чтобы рассказывать, как на самом деле. Вот вышел у Петроградской, там написано, да, зарплаты. Я прихожу и говорю, у нас тут столько зарплаты. Вот мне нужно 20 тысяч в месяц. Могу я вас брать? Говорит, да. Вот могу я сейчас взять 20 тысяч? Не. А почему? А потому что первый раз. Только 10. Ну, хорошо, 10 беру. Сколько отдаю в конце месяца? 20. Хорошо. А потом? А потом, пожалуйста, каждый месяц берите 20. А в конце месяца сколько отдавать идут? 30. То есть 20 беру, 30 отдаю. Каждый месяц 20 беру, 30 отдаю. Вот и так мы будем вам помогать. Я так на них посмотрел. Говорят, так вы мне будете помогать? Я им даю 30, а они мне 20 каждый месяц. Я даю 30, а они 20. То есть я каждый месяц отдаю им 10 тысяч. И они говорят, мы вам будем помогать. И вот люди так и ходят. Или карты какие-нибудь дают вам. Вам даю карту. Платиновую. То есть на них уже 70 тысяч. Кредит вам. Это что значит? Что все, вас уже поймали на крючок. И с этого момента вы будете платить проценты. Правильно? Не было печали. Вот. А кредит, пожалуйста, что хотите, берите. Но это же вам придется отдавать 60 плюс проценты. И сколько процентов у меня? Вот есть товарищ, который процентов у него где-то 500 тысяч. А вот так же, вот, золотая карта, тра-та-та. Так одно дело карта, а другое дело налицо. А сколько было случаев, когда вот эти бегут. И потом сейчас сделали агентство по страхованию вкладов. Потому что эти вклады-то они налицо. И часть можно получить безграничная сумма или ограниченная величина. Если у вас там лежало больше, чем эта норма. Во-первых, вы побегаете за то, чтобы получить. Что сразу вам выдадут? Да нет. Вы будете писать бумаги, доказывать, что у вас такая была сумма. Ждать и так далее. И получите только то, что максимальный уровень, который установлен. А если у вас больше, 2 или 3 раза, и в 4, и в 10. Вы получите только то, что согласно установленному размеру. Так что как же вы путаете, налицо или не налицо? Вот у вас дома стул есть? Есть. Так он налицо или нет? Налицо. Стул? Нет. Вот налицо это в нем садить. А вы же два стула уже унесли. Может быть. Откуда вы знаете? Пришли воры, забрали стул. Налицо это то, что вот сейчас вы видите его. Вот это налицо. Какое же это налицо? Деканат у нас сейчас налицо. Вы уверены, что там есть кто-нибудь? Нет. Вот вы налицо, я налицо. Столы тут налицо. Стулья налицо. Потолок налицо. Все это налицо. Наличные это то, что вот здесь есть. Наличники на окнах, это которые есть. Они такие, которых унесли. А пришли люди, сорвали эти наличники. Их уже нет. Так вот категория этого бытия называется. Это бытие, которое мы для чего сейчас обсуждаем? Как назвать? Вот это спокойное и простое бытие называется? Наличное бытие. Ну, хорошее название. Наличное бытие. Все. Вот наличное бытие. Что надо дальше делать? Предполагаешь, что здесь такое наличное небытие? Надо изучать это наличное бытие. А как его изучать? Вот как я могу вас изучать? Спросите, кто мама, кто папа. Когда вы родились? Где учились? Где живете? Чем занимались? Чем интересовались? Так? То есть историю надо изучать. То есть для того, чтобы пойти вперед, что надо делать? Вернуться назад. Вернуться назад. И со всех просят. Раньше назывался автобиография, а теперь называется. Чего? Как это называется? Ваша. Будете писать о себе. Блох. Ну вот что-то будете писать о себе. И по-разному называть это делать. Какой вы есть. Вот давайте теперь вернемся назад и скажем, что такое наличное бытие. Вам рассказать, что такое наличное бытие? Это не сказка про белого бычка. Берем чистое бытие и так-так-так-так-так-так. Вот это и есть наличное бытие. Правильно? Так надо про него рассказывать. Вот теперь мы знаем, но вы теперь знаете, что такое становление? Знаем мы становление, с чего мы начинаем? Знаем, что было до становления, более простые категории. И знаем более сложную категорию, которая называется становление, ставшее спокойным простотой. Это наличное бытие. То есть есть становление живое, как беспокойное единство бытия и ничто, беспокойное единство возникновения и прихождение, и становление, ставшее спокойной простотой. То есть результат. Это называется так. Результат снятия становления. Мы его доизучали до снятия. А что такое снятие? Кто-нибудь знает? Что такое снятие? Как... В чем смысл такой логической, философской категории, как снятие? Вот снятие, это, запомните, это самая главная такая категория логического движения. Снятие – это диалектическое отрицание. Диалектическое отрицание состоит не в уничтожении, не в растаптывании, не в разбивании того, что вы прошли, а в отрицании. А что значит отрицать? Отрицать – значит удержать. В этом. Если я хочу вас оттолкнуть, я к вам притрагиваюсь, правильно? Если я отрицаю что-либо, то я к этому присоединяюсь. То есть, всякое отрицание на самом деле в жизни, оно никогда не бывает зряшным отрицанием. Вот вы когда стали студентом, вы уже не школьник? Вы же отрицание школьника или нет? Да, вот и снятием. Ну, а если вы станете бакалавром, вы уже же не студент будете. Вы сейчас к чему идете? К своему отрицанию. Это ужас. Ужас какой-то. И вы идете к своему отрицанию. И вы, и вы. Это беда. А какое отрицание? Ну, это отрицание удерживает все, что у вас было. В более высокой категории, правильно? Вы пойдете куда-то на работу, и у вас, между прочим, потребует документ о вашем становлении. Документ о нашем становлении, в котором будет написано, откуда вы взялись. Дайте, пожалуйста, свою автобиографию. Покажите, пожалуйста, где вы были, откуда взялись и так далее. Можем мы считать с вами, что мы уже знаем, что такое становление? Знаем. И в нем есть два противоположных движения, возникновения и прихождения. Можем мы теперь это становление применять к исследованию общественных явлений? Можем или не можем? У нас задача какая? У нас лекция называется «Социальное становление». И вот, если мы хотим разобраться в социальном становлении, то социальное становление – это переход от одной общественно-экономической формации к другой общественно-экономической формации. И поскольку мы отдельно будем еще изучать эти вопросы в формациях, сейчас, как говорится, наше понимание формации будет очень неглубоким. Как раз для того, чтобы понять становление. Что одно дело, какие мы знаем формации, даже если вы это не изучали, наверное, вы знаете, что сначала человечество жило при первобытно-общинном коммунизме лет 90 тысяч примерно. И был там матриархат, мужчины ходили, собирали коренья, мелких зверушек ловили. И что найдут, то принесут. А женщины распределяли, чтобы хватило на детей и на всех по потребности. А как по потребности? Ну, у кого какая потребность, тому больше. У кого больше там? Дети растут, там все, надо то, на то, на то, на то. Это был первобытно-общинный коммунизм. Потом, что из него? Он же, потом он находился в прихождении, да? Все же приходящее. Все приходящее. И коммунизм был, это первобытно-общинный был в прихождении. И в результате возникало другое общество, основанное не на общественной собственности, коммунизм, почему называется, что общая собственность на средства производства. Поэтому и коммунизм говорят. Коммунизм это что означает? Строй, основанный на общественной собственности, на средства производства. И состоялся переход к другому. Уже могли по отдельности отдельные люди, которые наловили, поймали своих противников из другого племени, могли их обратить в рабов, превратить в работников и уже без общины самостоятельно развивать производство. И мы перешли к какому производству? Рабовладельческому. Это рабовладельческий способ производства и, соответственно, рабовладельческая формация, во время которой, благодаря развитию производительных сил, оно гораздо быстрее шло, чем в первобытном общинном коммунизме, благодаря развитию производительных сил, расцветали науки, техника развивалась. И появились даже такие средства производства, что они вошли в противоречие с таким использованием их с помощью рабов. Рабы не хотели совершенствовать или использовать такие средства производства, которые были прямым средством их дальнейшего загабаления в рабство. Правда? Они поднимали восстание, восстание подавляли. Но поскольку остановить движение развития средств производства невозможно, развитие производительных сил, а производительные силы – это работники и средства производства, то в результате вот эти красивые такие рабовладельческие государства огромные были разрушены, и возникли государства, построенные и общества, построенные на чём? Не на рабском труде, а на труде крепостных. Вот если вы раньше были рабыни и оставили крепостной, это же радость. Почему радость? А потому что рабыню можно убить в любой момент. Крепостных тоже убивали и не сильно наказывали вообще помещиков. Но это было нарушение закона. А что можно было? А вот можно было купить. Вот вас можно было бы купить, причём с семьёй, без семьи, с землёй, без земли, по отдельности или вместе. Продать можно было. Не надо вам эту хорошую студентку. Красиво и продали. И наоборот. Если я у вас крепостной, вы меня можете продать. Вам нужен там доктор филозофских наук? Она дорого меня будет продавать. А вам не нужен доктор филозофских наук? Он будет вам рассказывать, лекции дома будет сказать. Ну-ка, расскажите мне про становление. Это же хорошо. Правда? А что, учителя же были всякие такие, которых нанимали к господам, к дворянам. Они приходили, и деток учили, и их наставляли. Да? И они так вот при этом и существовали. И другие музыканты, и танцоры, и поэты. При дворе и при крупных феодалах. А феодалы занимались науками, искусствами. Ну, как занимались? Они приглашали людей, которые занимались. А трудом крепостных крестьян все было обеспечено. Чей труд создал блестящий Санкт-Петербург? Скажите, пожалуйста. Ну, кто построил все эти здания, которые нам так нравятся? Там Исаакиевский собор. Крепостные. А? Крепостные. 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 Ну, иногда, так говорят, проще, что вот Смольный собор построил, расстрелили. Ага. Исаакиевский собор построил Монферран. Мне кажется, Монферрану вот особенно трудно было строить, поднимать вот одному вот эти вот колонны такие стоят. Правда? Одному очень тяжело поднимать. Но он же построил Монферран. Ну, а как бы эти люди, которые строили, крепостные, они же не в счет. Они же крепостные. Ну, уже архитектор, те в счет. И лицам у нас построен прекрасный Таврический дворец. Екатерина подарила его Потемкину. Таврическому. И две улицы идут. Потемкинская и Таврическая. И Таврический дворец. И там 2000 человек в этом большом зале Таврического дворца. И так он такой компактный. Идешь мимо, не кажется грандиозным. Но один из крупнейших залов вообще, ну, был, по крайней мере, в Европе. Ну, сейчас, когда сделали СК Хана на 150 тысяч человек, или когда сделали стадион на 66 тысяч человек, да еще с каждого, если пришедшего на футбол по 5 тысяч взять, то будет 330 миллионов за один вечер. то, конечно, это уже другие масштабы совсем. Ну, Мариинский дворец, Мариинский театр, там тоже около двух тысяч. Тоже такое, серьезное очень. А кто его построил? Я вот сейчас сразу и не скажу, кто знает. Вы знаете, нет, кто построил Мариинский театр? Это важно же, интересно же. Ну, архитектор какой. Ну, уж этих, как говорится, а кто строителей, кто-то никто и не вспоминает. Как бы их и нету. Вот мост у нас новый построили. Как называется? Новый через него вот туда, прямо на Крестовский остров. Как называется мост? Не знаете? Вы не здесь живете, нет? Нет, не здесь не. Ну, мост новый, это же... Какой? Какой? Новый мост, вот здесь вот ряд. С Сватильевского острова идет от Смоленки и туда, прямо на Крестовский остров. Вантовый. Ну, только это и недавно было. Ну, только я не спрашиваю, новый. Ну, относительно. Ну, как называется этот вот недавно, который был, как называть? Не знаете. Не знаю. А? И вы не знаете. Никто не знает. То есть, про этот мост у вас в голове ничто. Бетанкур он называется. А кто такой Бетанкур? Бетанкур был такой государственный деятель, испанец по национальности. Поэтому он Бетанкур и дальше еще много. Знаете, у испанцев там раз-раз-раз-раз-раз, и там этих всех имен бесконечно много. Ну, вот это все сократили, получился. Вот Бетанкур, он занимался строительством мостов, всякого рода сооружений, набережных и так далее. И вот в честь него так назвали этот мост Бетанкур. Вот последний мост, который построен на Неве. Это редко же, это так часто бывает. Вот этот мост, который у нас здесь вот, биржевой называется. А это назывался в советское время мост строителей. Строители вспомнили, но фамилии строителей не написали. Иногда пишут номера фамилии инженеров. Но чтобы рабочих писали, что-то я не видел такого. Как бы они в строителях не числятся. Они в ничто числятся. Что за феодализм был, какой строй? Потому что при феодализме работник был обязан известное число дней в неделю работать на барщине. Бесплатно. Он работает, а ему деньги не платят. Сейчас такие явления есть? Не знаю. Сколько угодно. Они работают, им не платят, а они сидят, и как будто крепостные крестьяне продолжают работать. Это ужас. Причем это трудно людям объяснить, что они себя ведут как крепостные. Хотя у нас есть такое понятие, как трудовой договор. Вот если вы пришли на предприятие и приступили к работе, и никаких бумажек нет. Я вот представитель работодателя, генеральный директор, а вы вот стали работать. С вами заключен трудовой договор или нет? Нет. Не знаете вы трудовой кодекс, товарищи. Но так если нет никакой бумаги? Еще раз говорю, не знаете вы трудовой кодекс. Если нет никакой бумаги, а вы допущены к работе, в соответствии с статьей 61 Трудового кодекса, дорогие товарищи конфликтологи, которые как раз эти конфликты должны знать, и в соответствии со статьей 67 Трудового кодекса, с вами заключен трудовой договор, но не оформлен. Видите разницу? Заключенную. А вы говорите, нету со мной. Ну нету, и вам и платить ничего не надо. Правильно? Это просто вы меня любите и работаете. Ну спасибо большое. Так я и не собираюсь вам платить. Потому что если вы куда-то пойдете, скажут, а вы кто? Ну кто? Вот хуйкты. Мне кто? Я говорю, я ее первый раз вижу. Да нет, она же работала. Не знаю, не знаю ничего. Но если вы сами говорите, что у меня нет договора. Ну если у вас нет договора, мы значит с вами никто. А если никто, какая зарплата может быть? Ну вот подумайте сами, вы хоть соображаете, какая может быть зарплата у того, кто мне никто, а я хозяин предприятия. И наоборот. То есть есть, потому что это какой может быть договор? По рукам, который еще и раньше был у купцов. Вот я вам то, а вы мне это. И по рукам, и вы выполняете, я выполняю. Вы не выполняете, я тогда тоже не выполняю. Вот допустим, вы пришли ко мне работать. Я вас допустил. Вы проработали полмесяца, а я ничего не заплатил вам. А вы, я на следующий день прихожу, а вы сидите и книжку читаете «Капитал Маркса» или Трудовой кодекс. Я говорю, а вы что делаете? Книгу читаю. А почему не работаете? А вы почему не платите? Мы же с вами договорились. Я работаю, вы мне платите. А вы мне не платите, я не работаю. Это же договор двух лиц. А бумаги нет. Так а я бумаги вас не прошу, вы деньги отдайте. При чем тут бумага? Деньги давайте. А что тогда вы пришли ко мне спрашивать, почему я не работаю? С какой стати я буду работать, если вы не платите? Вы разорвали этот договор. Договор, вот он был фактически. А вы его не выполняете, вы уже нарушили. А раз вы его нарушили, я могу обращаться куда? В прокуратуру, в суд, в Рострудоинспекцию. И его привлекать по каким статьям? Во-первых, он нарушил Трудовый кодекс. Во-вторых, он же за вас должен платить в пенсионный фонд, в фонд медицинского страхования. Значит, он что сделал? Он эти денежки, которые принадлежат государству, присвоил. Тюрьму его. А вы его любите, уважаете. А на себя наговариваете. Я, нет у нас Трудового договора. Значит, в 67-й статье написано, надо, он обязан в трехдневный срок по вашему заявлению оформить. Но вы заявление-то не подаете. Вам как бы деньги не надо, оформление не надо. А все вы хотите, вам ничего не надо. Ну, вы просто любите меня и работаете. Ну, работайте. Вот, если бы я ваш помещик был. Ну, вы меня уважаете. Давайте, я вам же даю, там, свободно, три дня в неделю работать у себя на участке. Участок – это моя земля. Но я вам даю. И в лес можете зайти, грибы собирать, ягоды. Корову можете пасти. Ну, три дня-то отработаете на оборщине. Не хотите работать на оборщине? Продам, вот ему. Вам не нужна молодая, так сказать, крестьянка? Не нужна? Ну, ему продам, ему нужна. Следующая формация какая после Феодолея? Ну, капитализм. Вот при капитализме, вот капитализм не освоят никак люди. Говорят, ну, так вы не, вам не платят, вы работаете как дураки. Кто виноват? Ну, конечно, капиталист тоже виноват. Ну, вообще-то вы тоже виноваты. Да кого мне на кто? Кто заставляет работать? Нельзя заставить работать. Ну, вот я сижу и сижу, читаю. Приходит человек, спрашивает. Что я делаю? Читаю. А что я должен делать? А вы должны работать. А вы должны платить. Вы же не заплатили. Я и не работаю. У нас какой был договор? Вы работаете, я плачу. Вы не работаете, я не плачу. Я не плачу, вы не работаете. Логично? Логично. Ну, логика же нужна во всем. Вот сейчас у нас основная масса трудящихся, рабочих. Оно как крепостные. То есть, я понимаю, реакция может быть, но и не до такой же степени, что зайти. Вы что, до рабовладения можно дойти, как с гастарбайтерами поступает их там и бывает. Сжигают прямо иногда пожар в каком-нибудь сарае, в котором жили гастарбайтеры. И все сгорают. Живут как рабы. Но это вам предстоит еще изучать социально-трудовые конфликты, в том числе в курсе. Это есть курс такой. Это другой вопрос. А сейчас мы просто фиксируем. И следующий какой после феодализма? Капитализм. Свободный строй. То есть, в чем свободный? Вы свободно на меня работаете, я свободно получаю прибавочную стоимость. То есть, сейчас примерно зарплата составляет 20 минут вашего трудового дня. Вы вырабатываете свою зарплату, дальше работаете на меня. Мне очень нравится такой строй. Вам нравится такой строй? Мне очень нравится. Так, хорошо. Тем более, вы и так и работаете, и ничего не требуете. Вы ничего не требуете, правильно? Вы рады, что работаете. Так, а сверхурочно не хотите поработать? Вообще, у нас сверхурочно надо платить за первые 2 часа сверхурочных работ. В полтора раза больше, а во вторые, а дальше, дальше, дальше все вдвойне. Думаете, платят? В основном не платят. Действительно, вы работаете больше, и больше получаете. Но если вы понимаете, что вы за 8 часов отработали, значит, у вас совсем другие нагрузки начинаются. Ну, так если вы не требуете, иначе вам не надо. Я могу вас заставить работать сверхурочно? Если я работодатель? Не могу. Только вы соглашаетесь с вами работать. А почему вы соглашаетесь сработать на меня? Скажите, почему? Сказать вам? Чтобы сработать. Нет. Чтобы не остаться без работы. Нет, потому что любите вы меня. Да почему вы? Настолько любите, что я вам не плачу, а вы работаете. Я вывод какой-то... Другого вывода я не могу сделать. Ну, вот как вы так делаете, что вы работаете, я вам не плачу, вы все равно работаете. Я вот только глубокой любовью к работодателю только объясняю. Правда? И дуростью. Ну, одновременно одно другом ведь не мешает, бывает. И по дурости какая любовь. Что вы свое-то не получаете? Ну, я вам не плачу, вы не работаете. Кто вас может заставить сверхрочно? Теперь, вот смотрите, сколько у нас было. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек. Давайте вот вы будете сверхрочно работать по четыре часа каждый день. Значит, это будет... Значит, если двое по четыре часа работают, это сколько? Восемь часов вы в день вырабатываете. Восемь часов в день вырабатываете, эти двое. Так, вы увольны. Правильно? А зачем вы нужны? Ну, вот уже, эти ребята, они же вот молодые, хорошие, они вырабатывают. Ну, вы занимаетесь другими делами. Так, а вы двое не хотите сверхрочно поработать? Вот вы двое поработали сверхрочно, и вот ее уволили. Кто тогда уволил, спрашивается? Ну, конечно, считается, что я уволил. Ну, а кто это все задает? Вы же совсем глупые. Если вы выходите сверхрочно, а мне это очень выгодно, потому что мне не надо платить, опять же, за работников. Вот сколько работников, за каждого надо платить. Пенсионный фонд, фонд социальное страхование и так далее. А тут меньше людей, красота. Меньше плачу. И все мои любят меня. У меня еще есть к вам, как к моим друзьям, такая просьба. Давайте. Вы знаете, как у нас сейчас какая тяжелая ситуация в экономике? Прям беда. Беда, кризис не кончается. Живем мы с вами как бы в одной лодке. Вы у меня работаете. Я ваш, ну, как бы товарищ, добрый отец. Вы же понимаете, что вы без меня будете безработными. А я без вас тоже никаких островов в теплых морях не куплю. Ну, сейчас так сложилось, что, видимо, надо мне закрыть предприятие. Но я хочу сначала с вами познакомиться, побеседовать и посоветоваться. Я могу его закрыть, у меня никакие накопления есть, не знаю, как вы проживете. Я-то проживу. Но есть и другое решение, вот по-доброму. Давайте вот я вам в следующий месяц начну платить на тысячу меньше. Ну, не умрете вы этой тысячи меньше будете платить? Не умрете же, правда? А сохранится предприятие, и будет у вас зарплата, и дети ваши будут неголодные. Давайте так, у меня тысяча человек, ну, на тысячу рублей каждый месяц плачу меньше. Ну, допустим, получали вы 15, будете 14 получать. Ну, не умрете же от этой тысячи. Стройнее будете. Вон, сейчас студенты какие стройные. Я знаю, что это от стипендий. Так просто, иначе другие все пытаются понять, как похудеть. А вы, что, майки бы одели такие? Если хочешь похудеть, спроси меня, как. И вот, считаю я, тысяча рублей на тысячу человек. Сколько будет? Сколько будет? Сколько я после этого получил? Миллион. А сколько месяцев в году? Двенадцать. Сколько я получил благодаря хорошим, тёплым отношениям с моими работниками? Сколько? Ну, я действительно очень тёплые у меня отношения. Благодаря вам я получаю дополнительно двенадцать миллионов в год. Ну, как мне вас не любить? Только я вот не понимаю, почему, за что вы меня так любите? Вот это мне непонятно. Я-то вот, у меня полное основание вас любить. Ну, просто ни за что, ни про что вы меня даете девятнадцать миллионов в год. И когда я уезжаю на яхте, там и плыву по тёплым морям, в очередной свой дворец, я вас тепло очень вспоминаю, и вас вспоминаю, и вас, и вот ваш светлый образ, и ваш, и вот тот товарищ, хоть он и в чёрном, а образ всё равно светлый. Зачем мы изучаем философию и логику? Чтобы нас не дурачили. И чтобы мы, так сказать, сделали так, чтобы других было трудно дурачить, потому что вы становитесь образованными людьми. Правильно? Следующий строй какой после капитализма? Это идёт второе отрицание. Первое отрицание было какое? Был первобытный общинный коммунизм, строй, основанный на общественной собственности. Произошло отрицание. Первовладение, феатализм, капитализм — это частно-собственнички, способы производства и, соответственно, частно-собственнички формации. И, наконец, второе отрицание. Возвращение к общественной собственности на основе уже того развития, которое произошло в производительных силах, на основе тех возможностей, которые даёт современная техника, современное образование и так далее. Другой уже человек, свободный от... При капитализме он уже свободный от какой-то феодальной зависимости, правда, ведёт себя как крепостной. Но это уже другой вопрос. Это он уже по своему желанию ведёт так. Он любит просто тех, кто его эксплуатирует. Вот такая картина. И, наверное, вы понимаете, что если имеется сколько способов производства всего, ну, как по-крупному, если считать, всего три. И три формации больших. Это первобытная община и коммунизм, частно-собственническая формация, состоящая из рабовладения, феодализма и капитализма, и уже коммунизм, как отрицание частно-собственнической формации. И возвращение к коммунизму, как отрицание отрицания. Отрицание отрицания – это равенство с собой, как отрицание своего отрицания. Чувствуете, какой вы? Равенство с собой, как отрицание своего отрицания. То есть все эти частно-собственнические формации в коммунизме есть. В каком виде? В снятом. То есть в нём. Ну, как он уже из них развился. Маркс писал, например, про социализм, что это вот коммунизм, но в первой фазе, с родимыми пятнами капитализма. Вот как, скажем, коммунисты должны относиться к капитализму? Как вы к маме относитесь? Вы ее отрицание или нет? Или вы ее утвердение? Вы ее отрицание. Ну так к маме она же хорошо относится. Ну если вот коммунизм вышел из капитализма, кто мама коммунизма? Капитализм. Ну как вы так к капитализму плохо относитесь? То есть это вовсе не значит, что с мамой нельзя спорить, надо понимать, откуда вы вышли. Поэтому и производительные силы, и образование, и наука, и прочее, и другое, и все прочее. Поэтому, ну если это более высокий строй, он должен быть более высоким, как отрицание предыдущего строя. Но он в себе имеет эти родимые пятна, их тоже надо видеть. Вот что вы так плохо отвечали? Это родимые пятна капитализма. А и до чего довели эти родимые пятна, что у нас опять капитализм? У нас произошла контрреволюция. А как называется переход от одной формации к другой? Становлением. А? Становлением. Становление. Вот это вот становление, это переходный период от одной формации к другой. А когда начинается этот переход? По-разному. Потому что если вы возьмете вот переход от феодализма к капитализму, то вы увидите, что этот переходный период как бы идет подспудно. В экономике развивается капитализм, разлагается феодализм, появляются богатые крестьяне, которые становятся кулаками, которые начинают использовать наемный труд других крестьян. Разлагается полностью деревня на три класса. Класс буржуазии, то есть кулаков. Класс середняков, то есть мелкой буржуазии. И класс полупролетариев, бедняков. Это рабочие, сельскохозяйственные. Спрашивается, а когда мы говорим о вот этих средних крестьянах, это кто такие? Вот это мелкий буржуаз. Кто знает, что такое мелкий буржуаз? Знаете, нет? Это не маленький буржуй. Маленький буржуй – это буржуй, то есть маленький капиталист. А вот мелкий буржуаз, это можете записать и запомнить себе это навсегда, определение. Это такой собственник средств производства, который работает сам, своим трудом. У него есть средства производства, но он не кого-то нанимает. Он сам трудится и выносит свои продукты, как товары, на рынок. И поскольку он выносит на рынок, там он попадает уже в какую ситуацию? А там перекупщики. Поэтому он, возможно, думал, что он разбогатеет и станет капиталистом, и мечтает каждый мелкий буржуаз стать настоящим хозяйчиком, из мелкого сделаться крупным. А судьба его какова? А вот судьба его такова, что основная масса их падает на дно в ряды пролетариата. Почему? Потому что крупный капитал конкурирует. Так, вы лук выращиваете? Давайте ваш лук, я его продам. Вот вам сейчас живые деньги, а вы же у вас все равно не знаете, как продавать, где места какие. Надо везти, у вас техника есть, машины есть, грузовые нет. Давайте ваш лук по сколько? Давайте по 10 рублей. А продам я по 60. Молоко сейчас скупают. У тех, кто производит по 15 рублей, а продают по 50. в пакеты и говорят, молочный завод. Что завод? Не коровы это молоко дают, а заводы. А что они делают? Могу рассказать, что делают заводы. Заводы получают молоко от коров. Те люди, которые занимаются дойкой там, выращивают коров, кормят их, выбирают там, что нужно убрать, селят и прочее, и прочее. Вот они получили это самое молоко. Что сразу делают? Как вы думаете, какой жирности молоко привозят на молочные заводы? Проценты. Есть такая жирность 1%? Есть такие коровы? Таких коров нет в природе. А так бы они ходили, и на них вместо вот этих разводов, знаете, так бы на 1% писаного ходят так. А есть 2,5% коровы ходят, 2,5% а там есть 3,2%. На самом деле где-то до 7% бывает жирности, там 4,6,7 и так далее. Что делают с этим молоком? На сепаратор. Сепаратор это что? Сепарация. Что это? Разделить. Жир туда, не жир сюда. То есть отделяет и получает 1% молочко. Это я точно все знаю. У меня был, я был деканом факультета профессионального профпереподготовки Академии гуманитарного образования. И у меня был товарищ Алексей, товарищ Михаил Алексеевич Александров, который был директором Сосновского молочного завода. И рассказывал, значит, ведет все это на сепаратор. Однопроцентное молоко получается. Это тот, который, раньше это называлось обратно в Советское время. Обратно везут в село и поют телят обратно. А тем обратным. А сейчас этим поют девушек. Говорят, вам нужно, чтобы были стройными, пить вот это молоко, которое раньше пили телята. То есть оно уже освобождено от того очень ценного, что есть в молоке, обойдетесь. Пейте, пейте, пейте молоко 1%. Потом начинают доливать это молоко, в это молоко сливки. Значит, и добиваются того, что есть молоко 2,5%, такого нету у коров. Ну, точно вымеряют 2,5%. А есть молоко 3,2%. Это тоже вымеряют. А есть молоко, если вы пойдете сейчас в магазин и посмотрите, там есть отборное молоко. И там нету этого, потому что там это молоко, которое натуральное, цельное называется. Не путайте натуральное и цельное. Это все натуральное, только вот это цельное, а это все переработанное. Вот это цельное молоко от 3 до 4 с лишним процентов. Отборное называется. Отборное, цельное, с которым ничего еще не делали, не кидали его на сепаратор. Ну, это вот делает уже производство. А вот бедный этот мелкий буржуа, он оказывается не удел. У него все забирает, ему сколько это денег дают, и эти деньги, которые он получает, меньше, чем стоимость того продукта, который у него берут. Поэтому мелкий буржуа не только сам не буржуа, он еще эксплуатируемый теми, кто берет его продукт и делает свой на этом бизнес. А есть буржуа, но это другое дело. Это люди, которые получают прибавочную стоимость. Нанимают людей вот таких, особенно, которые считают, что у них нет договора. Ну, раз нет договора, ну, если у нас нет договора, неужели я буду вам платить зарплату? Вот подумайте, посмотрите на меня. Неужели я буду платить зарплату тому, у кого со мной нет договора? Ну, ни за что. Да застрели меня. Если скажут, Михалыч, вы что ей не платите? Я говорю, а кто такая она? Как кто? Она сработает. Ну, она любит меня. Ну, если любит, пусть и работает, я не против. еще нет таких, которые меня любят. Не хотите у меня поработать? Мне такие нужны люди. Думаю, мало таких людей? Да хоть. Ну, просто, это ужас какой-то. Тьма. Значит, вот это уже, дальше пошел капитализм. Значит, при переходе от одной формации к другой, кроме революции, когда она совершается, или когда уже переход практически завершен, как вот при капитализме, превратился в капитализм в России, только осталась надстройка. И в 17-м году быстренько совершили буржуазную революцию и стал полностью у нас буржуазный строй. То есть, переходный период как бы был в рамках феодализма уже проходил. Уже в 19-м веке в России был капитализм в экономике и уже мощный. И мы были на пятом месте в мире. И был даже монополистический капитализм в начале 20-го века. А вот если это переход к коммунизму, так это от частной собственности, это же не от одной формы собственности частной к другой частной собственности, а переход от частной собственности к общественной, ну тут совсем другое дело. Это довольно длительный переходный период. В этот переходный период нужно было. Но некоторые не очень понимают, как это перейти от частной к общественной. Думают, вот сразу национализировали. А если вы сразу национализируете, будете делать. С тем, что вы сразу национализируете, и все и пропадет. Поэтому первое, что было сделано, это рабочий контроль. Ну, чтобы не пропали станки, машины, оборудование. Совсем не надо все разрушать. Важные части открутить и бросить в Неву. И все. И нету никаких заводов. То есть они как бы есть, но уже это не заводы. То есть нужно рабочий контроль. А что значит рабочий контроль? Вы пришли контролировать мою работу. Что вы можете делать? Ничего. Вот сидите и смотрите, как я читаю лекции. Все. А вот подсмотрели, все будете читать лекции, как я. То вспомните, как я читал. А то вы это все себе хотите присвоить. Вот сидите и смотрите. И больше ничего. И смотрите. Сколько смотрели? С ноября 1917 года по январь 1918 года. В 1918 году национализация. А что значит национализация? Смотрели, смотрели. А потом сказали, Михаилович, ну спасибо. Значит, лекция ваша заканчивается. Значит, вот хотите, будете у меня работать. Но не хотите, тогда до свидания. На биржу становитесь. Все. И национализация. Чтобы все национализировали. Таких дураков нет. Национализировали основные средства производства. Поэтому капиталистический сектор, уклад остался. То есть теперь есть капиталистический уклад, есть национализированные предприятия и есть мелкотоварный уклад, мелкобуржуазный. Он остается. А есть еще патриархальный. Вы копаете, значит, сажаете картошечку, выращиваете, съедаете огурчики и помидорчики. Ни на рынок надо никуда. Ну иногда вы за подсолнечным маслом сходите, а так все, и соль. Больше вам ничего не нужно. И хлеб сами испечете. Патриархальный уклад. То есть переходный период, много укладов. А вот из этого государственного уклада вырастает два. Один называется госкапитализм. Это значит, что из этого государственного уклада часть уже предприятий направили в общественных интересах действовать. Это общественная собственность пошла. Она маленькая. Назвать-то можно все государственным, а толку-то. А действует-то она еще не в общественных интересах. А вот какая-то часть уже, это коммунистический уклад. Коммунист, это общий. А остальное, это госкапитализм. А что значит госкапитализм? Ну а то как сейчас у нас в рамках государственного сектора. У нас есть государственный сектор? У нас более 50% ВВП вырабатывается на государственных предприятиях. И что у нас тогда, какой строй? Вот в рамках этого государственного сектора это вот госкапитализм. А почему госкапитализм? Потому что если это была единая монополия, допустим, взяли бы и единый план был бы на этих всех. Собственность одна государственная? Нет. Плана нету. Поэтому у нас просто отдельное предприятие в этом рыночном море. А это море захолестнуло государственный сектор. И они, так сказать, конкурируют друг с другом. Так сказать, с иностранцами конкурируют. Их душа давит. А они друг друга душа давят. Короче говоря, А как они получают свои прибавочные стоимости? А так, под видом зарплаты получают, например, по 30 миллионов. Вы 30 миллионов в месяц не получаете эти пендию? А вот член наблюдательного совета Роснефти получает такую. Это у них считается зарплатой. И бонусы всякие. Но по трудовому кодексу всякие бонусы, премии, и другие выплаты считаются зарплатой. По трудовому кодексу. Но кроме того, они имеют доли в этой самой государственной собственности. Только там 51% государственные, остальное это частные. Как вы думаете, Греф имеет долю в банке? Да вы можете поинтересоваться, какой оклад у Грефа. Он тоже 24 миллиона у них, у членов совета. Сколько у Грефа, я не знаю. Ну не знаю, он как-то не докладывает. Дескать, не считайте деньги в его кармане. Так это мои деньги в его кармане. Они даже взяты у нас. Откуда он взял деньги? Он же ничего не производит. Они же берут деньги, люди хранят деньги. Они эти деньги и дают в рост, и получают себе постоянные проценты. Что они делают-то? Ничего. И говорят, о как мы здорово живем. Да вы-то здорово живете. Да, хорошо. Вот. Значит, госкапитализм. И вот в нем вырастает-вырастает этот сектор. И он постепенно исчерпывает этот госкапитализм, появляется государственная собственность, форма общественной собственности. А в деревнях кооперируется лохозное крестьянство, но чтобы его начать кооперировать, надо быть способны конкурировать с кулаками. А для этого надо иметь технику. 1200 тракторов и крупную индустрию, поэтому это не сразу. То есть, чтобы в деревне составить общественную собственность, нужно очень долго к этому готовиться. И сделать машино-тракторные станции, и сделать совхозы по всей деревне, чтобы у них были болит отделы. И эти машино-тракторные станции, чтобы были не у колхозов, а были они у государства. Государство имеет собственность и землю, имеет машино-тракторные станции, я вам все обрабатываю, а вы мне даете горох, картошку, свеклу по государственным ценам. Сверх того, что вы должны сдать, за возмещение тех затрат, которые мы сделали, обрабатывая все, оставляю на колхозном рынке, продавайте по какой хотите цене. Это ваше дело. Лишнее продавайте. Красота. И тогда вы получили две формы одной общественной собственности. Но вот это время заняло где-то до середины 30-х годов. То есть до середины 30-х годов в России был переходный период от чего? От капитализма к коммунизму. Коммунизм у нас когда начался в России? Не начался. А? Не слышал? Не начался. Как не начался? Ну, социализм – это коммунизм в первой фазе. Что, новость для вас? Не новость. Когда, соответственно, в России начался коммунизм? Когда? В середине 30-х годов. А как вы еще можете рассуждать? А вы что, думаете, социализм – это отдельная формация, что ли? Такого нет науки. Нет никакого отдельного социализма. Нет такого способа производства социалистического. Нет социалистической формации. Социализм можно вообще не употреблять понятия. Есть коммунизм, который с родимыми пятнами – это социализм. Или первая фаза коммунизма. И уже без родимых пятен. Это высшая фаза. Есть неполный коммунизм – есть полный. Есть неразвитый – есть развитый. Есть неиспелый – есть спелый. А вот развитого социализма, про который много было написано, вообще нет нигде. И не может быть. Потому что это на самом деле социализм, и есть смысл его в том, что это неразвитый коммунизм. Так когда коммунистическая формация закончила период становления в России? Так, а когда контрреволюция была в России? Мы сейчас идем уже в каком обществе? В капиталистическом или коммунистическом? В капиталистическом. Ну раз в капиталистическом, значит, произошла контрреволюция. Когда произошла контрреволюция? В 90-х. А? В 90-х. Почему в 90-х? В 80-х. Это уже не контрреволюция. Это уже переходный период прошел от коммунизма к капитализму обратно. А контрреволюция прошла в 61-м году, когда вас не было. Поэтому вы неответственности не несете. Я тоже не несу, потому что мне было 16 лет. Ну как с другой стороны 16 лет могут и привлечь? Скажут, что же вы 16 лет уже все? Гражданин с паспортом. Ну я бы не сказал, что я тогда разбирался, что произошло. Вот сейчас на меня смотрите, вы не очень разбирались. И я тоже не разбирался. Это не такие простые вещи. В 61-м году выбросила партия из программы диктатуру пролетариата. Как учил Ленин. Тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько безграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. И тут установилась диктатура пролетариата, и она до 90-х годов все привела в порядок. Какой? В буржуазный порядок. И мы при этом в буржуазном порядке живем. Поэтому надежды у вас на то, что вам повысят стипендии без ваших требований, никакой нет. То, наоборот, вы будете стройными и красивыми. И не надо об этом даже и заботиться специально. Все люди мучаются, как вот, быть и такие хорошие. Приятно смотреть. Не толстые. Вечно желающие покушать. Как у нас была песня, на Матмехе, где я учился. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Завершите на этой минорной ноте и завершите сегодняшнюю лекцию. Спасибо вам за внимание и за понимание. Потом скажете, вы-то пожили при коммунизме, а мы-то не пожили. Продолжение следует...